добрый день уважаемые подписчики если вы помните в одном из моих последних постов я сравнивал фигура аналитика с фигурой гида и говорил о том что мне очень близка такая метафора такое сравнение потому что гид это человек который сопровождает другого в его путешествие и можно сказать что психоаналитика да тоже в какой-то мере это человек который сопровождает другого да он и не дает ему совета он его не принуждает ничего делать ему помогает исследовать его желания и так далее так вот этот пост да он меня поднял очень много разных воспоминаний в том числе о лиссабоне когда мы путешествовали и об этом городе который к сожалению очень сложно исследовать самостоятельно да на ногах то есть нужно обязательно пользоваться помощью трамваев которых очень много в городе потому что город расположен на холмах очень большие расстояния конечно же без трава его очень сложно его исследовать какой-то мере это относится и к тем ситуациям до жизненным когда очень сложно понять свои душевные процессы свою психику без помощи психоаналитика так вот воспоминания лиссабоне напомнили мне о том как фрейд сравнивает психику на самом деле с устройством города и для того чтобы продвинуться в этом вопросе да он приводит берет пример вечный город рим и он говорит о том что психика устроена подобно городу другими словами все что в городе было все что городе происходило все что городе строилось оно каким-то образом сохраняется в истории этого города подобным образом психики все что мы воспринимаем с помощью слуха с помощью глаз с помощью наших аффектов все так или иначе сохраняется в психике записывается в ней она никуда не уничтожается она не исчезает она все продолжает существовать она все продолжает оставлять свой след так вот когда фрейд говорит о том что психика похоже на древний город он говорит прежде всего о том что например в истории рима можно обнаружить самые разные постройки то есть можно например обнаружить здания которые по сути существовали со дня основания рима можно обнаружить например останки каких-то зданий до которые настроились в течение истории этого города и например можно ничего не обнаружить да как говорится то есть пустое место он говорит о том что очень много зданий они просто были разрушены на них основании построены другие какие-то сооружения некоторые здания просто превратились в почву но так или иначе до хоть я фрейда не любит эту метафору сравнения с городом потому что она не до конца передает то как устроена психика однако она помогает нам понять что как время до строились какие-то здания разрушались строились новые но при этом все то что когда-то там было да она каким-то образом оставляла свой след вот подобным образом и в нашей психике то есть были какие-то события которых мы не помним или были какие-то события которые вроде бы исчезли но на их месте появились другие воспоминания вот так или иначе фред говорит о том что в психике если что-то было однажды воспринято то она никуда не исчезает то есть она сохраняется и это привело на самом деле всех аналитиков как мысли о том что психика по сути дела является машиной записи то есть некий аппарат на который записывает до психические события и он говорит о том что фрейд говорит о том что в некоторых ситуациях например случае глубоких регрессий давно забытая возможно для человека никогда не существовавшая вдруг всплывает на поверхность иногда начинает беспокоить человека да и побуждает его например обратиться к помощи психиа специалиста психоаналитика другими словами очень главная да психоаналитическая мысль заключается в том что все что когда-то было воспринято все сохраняется и записывается никуда не исчезает наша психика ни много ни мало это обыкновенный аппарат несмотря на то что мы вроде бы привыкли до понимать ее как например душу какие-то высокие материи до психика это прежде всего аппарат по записи и наверное надежда состоит в том что некоторые события да они могут быть переписаны опять же в кабинете психоаналитика